Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Климчук, это канал Бородач ТВ. Сегодня у нас в гостях Сергей Плащенко, руководитель компании АМ-Сервис. Тема наша сегодняшнего выпуска, это тема связана с закрытием РЭО. Ну и не только с закрытием РЭО, будет еще объясняться, что такое сервисная гарантия. Сергей, привет! Всем привет! Слушай, я вот просто видел совсем недавно новость такую, что ты разместил новость о том, что закрыта РЭО. С чем это связано и к чему это может вообще привести? На самом деле новость такая очень печальная, можно сказать, для всего нашего города. Связана с чем? Что у них закончился договор аренды, не знаю как точно, что якобы там собственником, как бы он покинул мир иной. И, соответственно, там что-то у них не срослось, не подписалось и не продлили аренду. До конца марта он, до конца марта РЭО еще работает. И если не найдут помещение, то, соответственно, будем ездить, регистрировать свои автомобили. Это поселок Новоселье, либо Кингисеп. Новоселье это под Санкт-Петербургом, я правильно понимаю? Да, да. Узнавали, ну, скажем так, решил я в этот вопрос чуть больше, глубже вникнуть. Узнали через Ломоносов, можно ли будет регистрировать автомобили жителям города Соснового Борода. Сказали, закрыто. Вот два пункта, в которых вы сможете регистрировать свои автомобили, либо платные МРЭО в Санкт-Петербурге. Вот, это, ну, на самом деле, не знаю, почему, как это вообще допустилось. Для нашего города, в котором количество автомобилей на Ленинградскую область превышает порядка, ну, у нас население там около 70 тысяч, у нас автомобили порядка 32-33 тысяч официально зарегистрированных. Это, ну, считаю, в каждой второй семье по одному, по два автомобиля. Ну, либо, скажем так, каждая четвертая по автомобилю, даже по два где-то. Да, да. Поэтому тут, конечно, будем надеяться, конечно, на лучшее, но там уже посмотрим, как и чего будет 1 апреля. Вот, еще такой момент очень важный, который, я думаю, мы должны затронуться, этот момент, связанно с оформлением полюсов ОСАГО и диагностических карт, так называемых техосмотров. Это то, что на МРЭО мы могли... Да, это сейчас закон вступил в силу, точнее, вышел новый закон еще в марте или апреле того года. Вот, но сейчас он вступил в законную силу, с 1 апреля получается получение диагностических карт, как было раньше, через офисы компании уже получить, ну, официально, легально уже невозможно будет. С 1 апреля только лицензированные станции, аккредитованные, на которых присутствует сотрудник ЕБДД. У нас их в городе назначено 3 человека. А где это у нас там будет здесь? У нас будет делаться техосмотр там же, где он и проходил, на МРЭО один. Вот, у нас, увы, не получилось из-за дорогостоимости оборудования, которое там должно быть. Вот, ну, хотя бы это у нас остается в городе, что мы сможем. Но я понимаю прекрасно, какие это будут очереди, какой это будет опять кавардак, что... Не знаю, как и почему, с чем это связано. Хотя, если бы небольшая стоимость именно одного подъемника, роликовый подъемник, вот, то мы бы, я думаю, тоже получили аккредитацию, но финансово сейчас тяжеловато. Сейчас пока мы не готовы к этому. На будущее, может быть, получится. Потому что там, вкратце расскажу, это как проходит станция аккредитацию, чтобы получать и выдавать... Сейчас, секундочку, до аккредитации, запомним этот момент. Смотри, МРЭО занималась чем? То есть это ТО и регистрация автомобилей, я правильно понимаю? Да, МРЭО занималась только регистрацией автомобилей. То есть я купил автомобиль, приехал сюда и мог зарегистрировать его здесь, в основном бару автомобиль. Сейчас мне придется ехать в Новоселье, либо в Кингисеппе. Да, все верно. А именно МРЭО, при МРЭО находился и находится техосмотр. Это отдельная коммерческая, скажем так, организация. У которой есть аккредитация? Если мне память не изменяет Роспотребнадзор, будет подведомство, которое будет заниматься контролем, выдачей этих документов. И станция должна быть видеофиксация, фотофиксация, аккредитованная именно сотрудник-оператор линии техосмотра и, соответственно, нахождение сотрудника ГИБДД, назначенного приказом, который будет инспектор техосмотра. Что-то такое, я точно не помню, но суть именно такая. Пока в этом плане у нас, конечно, все печально, все плохо. Это даже снять автомобиль, скажем так, сейчас о масштабах бедствия говорим. Это даже снять автомобиль с учета или даже просто продать. Ну ладно, продать это не наша проблема, а покупательность, скажем так. Ну продать договор купли-продажи достаточно, а вот его зарегистрировать, ну это, ну как минимум, ты купил машину, тебе нужно регистрировать, все. Ты минимум свой день теряешь, потому что ты, ну все прекрасно знают и помнят, видели, какие очередя здесь у нас были, а теперь представьте, какие очередя будут там, потому что, ну это считая тому же Кингисеппу, а Мрэу у них также одно. К тому же Кингисеппу сейчас еще просто 20 тысяч автомобилей, грубо говоря, прилетит со сноубора, очередя, ну проблемы, нервы. Слушай, ну вот смотри, я так понимаю, камень преткновения это аренда, то есть не смогли продлить аренду, я правильно понимаю? Да, да, проблема у них какая-то там с арендой, с собственником, и ну мне удивляет на самом деле, как, ну они не могут найти достойное помещение, которое организовать, ну это как-то, я не знаю, это несерьезно. Со стороны администрации, со стороны МВД это как-то, ну заставлять людей перекладывать, скажем так, проблемы свои на нас, как бы, ну... Еще затронул очень такой важный момент, потому что мы когда устанавливаем, ну то есть ставим точнее на учет свой автомобиль, мы оплачиваем уже государственные знаки, и деньги собираются в второй раз. Во-вторых, сейчас обложили большими штрафами в виде там превышения скорости, да и не только превышения, очень сейчас много камер различных на дороге стоит, они увеличиваются с каждым днем, прогрессия. Вот, смысл в том, что в основном деньги зарабатывают обслуживающие, обслуживающие компании, которые обслуживают вот именно вот эти видеокамеры. И деньги-то же, по идее, могли бы идти туда, куда нужно, и, соответственно, купить даже, построить, организовать МРЭО, то есть независимо, там поближе, вот, вполне можно было бы найти деньги. Получается, сейчас это очень серьезная проблема. А что такая, большая аренда или что? Ну, я в свое время именно на той территории МРЭО-1 хотел брать в аренду. Там аренда, ну, если брать за квадратный метр, ну, среднестандартная аренда ничем не отличается, ну, от других. Сколько там вокруг различных магазинов, шиномонтажей, сервис, как бы там, ну, аренда, я думаю, посильная. То, что ты затронул вопрос по видеокамерам, фиксации, да, вот эти треноги ставят, которые, Опять же, это, все это, штрафы, все это идет, но как это идет? Все это коммерческая организация, которая через государство, через ведомство подписывается договор, платится комиссия на покупку и получение этих видеокамер, выставление их, как бы там, ну, есть определенный ряд соблюдения, там, регламент нам требований определенных, вот, и все, ради бога, как бы, регистрируешься, покупаешь, заносишь, и все, и работаешь. Ну, поэтому люди и лупянят их по дорогам везде, как бы, и битыми бьют, машинами сносят, потому что, как таково, там, особый закон... Нет чувства справедливого, что, вроде как бы наказали, там, да, за скорость, а с другой стороны, даже наказание идет где-то с каким-то нарушением. А получается, наказание-то идет, я-то плачу не государству, я плачу какому-то дяде, который потом делится с каким-то, может быть, я не знаю, там... Заинтересованным лицом. Заинтересованным лицом, да, так скажем. Поэтому тут... И с этими камерами тоже. Поэтому тут все вот эти вот манипуляции, связанные с автомобилями, все прекрасно понимают, что, если открыть статистику, ну, возьмем более масштабно, да, что взять количество автомобилей, которые вообще на планете Земля уже созданы и которые штампуются на конвейерах, да, как бы, их все больше и больше, а это бизнес, который все возрастает и возрастает. Ну, и хотелось бы сразу же перейти к дорогам, потому что дороги у нас сейчас достаточно такие... Сошли вместе с снегом. Да, интересно. Даже не знаю, не знаю, что подобрать, да, чтобы описать, что это такое. Вот. Ну, я заметил, что, вот, если говорить про сосновый бор, где-то даже был и мороз, и ремонтировали дороги. Вообще, откуда дыры? Почему они регулярно возникают по весне? И когда это закончится? Ну, тут вопрос легок и прост. Несоблюдение при укладке асфальта, несоблюдение стандартов, соответственно, когда начинает погода меняться, все это дело начинает крошиться, ломаться, разбиваться, плюс-минус перепады температур, расширение, сужение. Была ямка такая, вдарил мороз, в эту яму въехало две машины, эта яма стала уже вот такой. Ну, самое основное, это, конечно... Это понятно, подожди. Мы сейчас понимаем, что этот вопрос технического плана, да, то есть меня интересует вопрос, до каких пор это будет все продолжаться? Потому что это же все-таки деньги, которые мы выделяем каждый год. До каких пор? Ну, я, на самом деле, уже не раз, не два задавался этим вопросом, ездив по нашим дорогам. Каждый раз, когда попадаешь в яму и думаешь, когда же это произойдет? Увы, наверное, может быть, что-то издвинется, но, наверное, не на нашем веку. Дай бог, может быть, наши дети получат нормальные дороги, хотя бы нормальные дороги, которые не будут разбиваться через два года, взять элементарно вот этот проспект Героев. Вот два или три года назад полностью полотно перевожили. Где, почему не спрашивают, где гарантийный случай? Вот где гарантия на то, что они сделали? Ну, почему вот так вот? Почему происходит такое, что мы вроде все все понимаем, но никто ничего сделать не может? И крайних никого никто найти не может. И опять же, сейчас весной начнут все это дело ремонтировать. Сейчас опять начнут туда вливать. Вот смотри, заметь, что... Может быть, вместо этого бы это... Вот на эти деньги сейчас то, что они полгорода отремонтируют, да они бы уже МРЭО построили. Ну, образно, да. Ну, поставить металлоконструкцию, утеплить и сделать МРЭО светлое для людей, без очередей, с многулоком, все, вот. Слушай, ну, основная проблема, она давным-давно ясна. Просто, если мы сейчас говорим о городских дорогах, именно городских, а федеральные чем, ну, почему они более-менее надежные? Федеральные, это между такими крупными городами. Я сейчас не беру нашу трассу между городом Сосновый Бор, между городами Сосновый Бор, Санкт-Петербург. Это немножко не та такая... Ну, это не федеральная. Ну, так, да. Потому что я... Областная? Да, областная. Вот если говорить о федеральных дорогах, то по краям большие-большие такие эти каналы, скажем так, выкопаны. Куда стекает вообще водоотведение. Очень важно производить водоотведение. Если мы сейчас говорим про город, то, соответственно, должно быть соответственным обучим... Сливы хорошо. Да, сливы по краям, вообще по краям дороги, ну, желательно, конечно, просто прокопать небольшую, там, ну, вот эту канаву назовем. Простая технология. Прокопайте канаву, и туда начнет вода уходить. Вот. Надо просто это все взять и сделать. И этот результат, да, не этот результат, а вот это действие, оно может привести к совершенно другим, скажем так, последствиям, а не постоянному вот этому ремонту. Потому что вода, конечно же, ты правильно сказал, то есть сейчас тепло, завтра холодно, может быть никакой гарантии-то ничего и не даст, да, то есть если ты не выполнишь вот эти мероприятия с водоотведением. Понимаешь, вот мы с одной стороны ругаем, что дороги постоянно ломаются. Ну, что грешить-то? Надо поблагодарить вообще тех людей, которые все-таки так это умудряются безалаберно относиться к этой работе. Потому что не будь они, то все сервисы были бы в задумчивом состоянии в попытках найти клиентов. Ну, я так шучу, на самом деле увеличение количества потребителей, которые покупают автомобиль, так или иначе все равно приведет к сервису. Но количество обращений в результате поломок из того, что пробили колеса, да, он достаточно существенный. Вот, поэтому мы переходим к такому вот вопросу, это сервисная гарантия, вообще что это такое? И, извини, Мирш, еще такой момент, как раз хотел бы людям подсказать, рассказать, может быть кто-то не знает, но мы это уже не раз практиковали. У нас были такие случаи, что из-за плохих дорог человек попадает, ну, происходит ДТП, пробивает колесо, там, неважно, стойка или еще что-то, происходит какое-либо повреждение. Да, это займет у вас время, да, это займет нервы, но когда у вас происходит такой случай, не поленитесь, позвоните ГИБДД, вызовите инспектора, заставьте его, чтобы он вам написал справку о происшествии. И потом просто обращайте страховую, поверьте, выплачивают, выплачивают и по 100 тысяч рублей выплачивают, и по 200 тысяч рублей выплачивают, в зависимости, соответственно, от автомобиля. Потому что, я повторюсь, да, у нас не раз, не два и не три было случаи, когда человек на том же Мерседесе влетает в яму, пробивает, у него пробивает стойку, вбивает рулевую рейку, ломает рычаг, все просто, у него на выходе детали вместе с работой выходят почти 160 тысяч рублей. А кто платит это, возмещается? А страховая, а страховая уже с Росавтодор или, ну, в зависимости, кому подчинение дорога. Поэтому имейте в виду, как бы тоже имею в виду, не дай бог, конечно, такое случится, но, как бы, причем раньше это было сложнее все это сделать, сейчас это стало прямо работать. Ну, вот, за последние полгода могу сказать, что два автомобиля у нас было, которые, которым в этом процессе мы помогли, ну, со своей стороны помогли сначала консультацией, ну, соответственно, потом уже ремонтом. Ты сейчас как раз вот рассказал о таком действительном инструменте, о воздействии именно потребителей на безглабельное вообще отношение, на воровство, которое везде там, да, творится, на то, что нарушается технология строительства дорог. Яркий пример, инструмент, как воздействовать потребителям на сложившую ситуацию. То есть, если каждый будет обращаться, то это приведет так или иначе к изменениям вообще к подходу к строительству дорог, к тому, что надо делать хорошо, потому что тебе прилетят штрафные санкции, да, то есть судебные какие-то разбирательства, а это, как правило, сейчас намного дороже, поэтому... Переходим к вопросу. Сервисная гарантия. Что это такое? Сервисная гарантия, ну, это такой обширный, скажем так, обширная аббревиатура, под которую попадают все аспекты. Это и гарантия на запчасти, гарантия на работы. Один из первых пунктов, на который бы я, можно сказать, обратил бы внимание, это, опять же, такой небольшой лайфхак для потребителей, да, для людей. Момент следующий. По закону положено, если вы, или ты, да, допустим, просто обыватель, ты приехал в сервис со своими запчастями, и сервис, допустим, тебе не дает гарантию, все, ты можешь спокойно на него писать жалобу. Если он тебе сделал работы, вы подписали акт выполненных работ, и тебе, допустим, у тебя произошел гарантийный случай, то ты очень можешь хорошо стряхнуть сервис. В плане твоего обращения, допустим, там, суд, прокуратура, неважно, в любой, либо там, Роспотребнадзор, там, как бы, в любой надзорный орган, оно будет действовано по той причине, что сервис имеет право отказать тебе в выказании услуг, если ты приехал со своими запчастями, но сервис не имеет права тебе отказать в гарантии, даже если ты приехал со своими запчастями, отказать в гарантии того, что он сделал, потому что очень, очень многие сервисмены, скажем так, да, как бы этим пользуются так, что, типа, вы у нас запчасти не купили, вот, и как бы мы вам гарантию ни на что, ну, вообще гарантию не дадим. Ты говоришь о том, что сервис несет риски, но ведь запчасти же тоже бывают разные, то есть существуют восстановленные детали, которые, я не знаю, там, сбитых машин, машин, которые попали, ну, вот, именно в аварию, там, да, то есть, понятно, что они не подлежат, например, восстановлению, какие-то запчасти просто снимаются, реставрируются и продаются как новые, потому что новые, не все знают, но новые запчасти сейчас достаточно дорого, с учетом нашего курса рубля, вот, а мы все же покупаем за рубежом, касаемо запчастей, они, как правило, продаются в иностранной валюте, вот, поэтому существует такой рынок, я думаю, что он достаточно большой, этот рынок, и получается, что с одной стороны 100%, я так понимаю, несет всю ответственность сервис, да, но ведь запчасти же могут быть тоже, например, какой-то дефект, если бы, или сервис может доказать, что эта запчасть, например, с дефектом. Тут все зависит от того, с кем сервис и как он работает, допустим, если взять непосредственно меня, ну, вот я смотрю, я просто вот смотрю, объясняю, вот, я хочу поменять рулевую рейку, вот она меня раздолбалась, я чувствую, что там люфтит, я иду в магазин, вижу, что в магазине там, например, там 100 тысяч рублей, нулевая рейка, я так понимаю, что это очень дорого для меня, я начинаю искать, где дешевле, мне предлагают взять на разборки, ну, вот, если это будет просто запчасти разборки, то здесь как будет вести себя? А здесь в любом случае гарантия точно так же работает, допустим, с запчастями, так называемым БУ, бывшего употребления, да, у них есть такое понятие, не гарантия, а срок проверки. Срок проверки на БУшные запчасти в зависимости от узла и агрегата, что ставится от 10 до 30 дней. Это первый момент, что даже если вы купили БУшную запчасть, ее поставили, все равно гарантия она есть. Второй момент, все зависит от сервиса, где вы приобрели эту запчасть. Допустим, если взять непосредственно меня, да, мой сервис, то все выстроено на взаимоотношениях с поставщиком. Вот я работаю с вами, я у вас заказываю, другие мне не нужны, я не буду искать никого на стороне, но только одно условие. Если происходят какие-то проблемы, вы что-то, ну, потому что я понимаю, что разборка тоже не, она не может предусмотреть всего. Если что-то привезли, допустим, берем БУшное, да, оно вышло из строя, не надо, как бы, скажем так, мне морочить голову, я все знаю, прекрасно понимаю. А людям этого, понимаете, не надо, ну, вот этих заморочек внутренних, как бы, просто деталь снимается, отдается, другая присылается. Да, человек в этот период тратит только время, что может машина зависнуть там, как бы, да, но человек все равно получит ту обратную, ну, ту гарантию даже на БУшную деталь. Опять же, я говорю, это все зависит от, ну, очень много факторов, именно поэтому я говорю, что гарантия – это такой обширный момент, что он связан и сложен из вот таких мелочей. У меня, слава богу, с этим, с рекламацией все работает, все хорошо, как бы, с новыми, с БУшными, с любыми деталями. Даже если человек свои детали привез, ну, как бы, мы в любом случае всегда даем гарантию на то, что мы делаем. Если человек, допустим, привезет деталь, она какого-то не шибко сильного качества, да, или он привез там китайскую, тайваньскую, какой-то там, какой-то бренд, корявый, может быть, мы можем его предупредить. Опять же, когда люди приходят покупать, сейчас, ну, невероятный спрос на китайские, тайваньские детали. Ну, потому что, ну, я реально понимаю и вижу, что покупали люди в апреле месяца того года и мая, и что люди, даже те же самые люди, что они покупают сейчас. В первые 2-3 месяца пандемии это происходило, ну, именно у нас в городе, да, это происходило в формате, что, о, круто, у нас сейчас выходные оплачиваемые, да, можно поделать машину, да, можно там покрасить, а сейчас уже все, сейчас очень все сильно поменялось, сейчас человек приезжает, уже смотрит, на чем сэкономить. Соответственно, мы так или иначе тоже начинаем подстраиваться под людей, под их, скажем так, спросы, что мы им можем предложить, даже из дешевого, что мы можем им предложить, допустим, аналоговое, как бы, ну, тот заменитель, который, ну, не так быстро там выйдет из строя. Как бы мы благодаря там времени, да, уже подбили какую-то свою, уже знаем, там, допустим, одну категорию товаров мы будем вот в тайваньском исполнении, вот этот бренд, но что-то другое, все, ну, вот все, не ставишь, вот все летит. И как бы вот, когда у тебя вот этот пазл чуть складывает, все, ты уже можешь с людьми работать, уже что-то посоветовать, что не за 3000 рублей колодки покупать, а можно за 800, которые, ну, будут работать. Поэтому тут с гарантией в этом плане, ну, допустим, если взять на работы, ну, минимальная гарантия у нас месяц. Если взять детали, с деталями у нас все гораздо проще. А, допустим, сервис в таком понятии именно гарантию на запчасть, он не дает. Сервис дает гарантию на то, то, что он привез и сможет потом тебе, ну, берет на себя ответственность, что сможет тебе там обменять в случае, в гарантийном случае. Но гарантию саму дает производитель. Что, допустим, случилась там проблема, да, поставили какой-то бренд, у него прописано, ну, любого бренда у нас, да, по крайней мере, ну, я могу, я знаю, как бы тот или иной бренд, какой дает временной интервал, там, гарантийный. Есть бренд, он дает 4 месяца, есть бренд дает 3 месяца, есть бренд дает 9 месяцев. И все, спокойно работаешь. Даже в этом случае, даже в этом случае люди даже за работу не переплачивают. Что, случился гарантийный случай, он приехал, ему бесплатно все поменяли, и он уехал. А это уже потом проблемы сервиса, это уже сервис уже решает и разбирается с поставщиками. Когда сервис начинает перекладывать вот эти вот проблемы и заморочки на клиента, все, это тупик в том плане, что ты не сможешь из клиента сделать друга. Для нас каждый клиент, он как друг, он нуждается в нас, мы нуждаемся в нем. Это замкнутый круг, в котором заинтересованы все правильно работать, качественно работать. И тот же момент, что тот же друг, он помогает вот именно в работе с людьми, помогает вот это вот отрегулировать. Потому что, допустим, если взять период, когда я начинал и период сейчас. А для меня не зазорно подойти к клиенту, да, или позвонить, или сказать, что вот там был какой-то случай, да, за который я в любом случае накажу человека. Как минимум, болею за свою репутацию и как максимум хочу, чтобы у людей начинал проходить вот этот стереотип сервиса. Ну что, на этом, в принципе, все. Я благодарю всех, кто посмотрел наш выпуск. Обязательно подписывайтесь, пишите в комментариях. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok